Чистка коррупционеров продолжается. На этой неделе в Ростове-на-Дону прокурор запросил 4 года тюрьмы экс-замгубернатору Ростовской области Сергею Сидашу по делу о нарушениях при строительстве стадиона Ростов-Арена. Фигуранты дела обвиняются в завышении стоимости материалов на сумму свыше 220 миллионов рублей. Скорее всего, эта сумма только верхушка коррупционной схемы. Реальный же ущерб может исчисляться и миллиардами. Сколько из этой суммы осело в карманах чиновников и замгубернатора Сидаша, разбирается следствие. А вот в отношении главы города Лермонтово возбуждено уголовное дело по подозрениям в превышении должностных полномочий в связи с тем, что при заключении госконтракта бюджету был причинен ущерб в 37,5 миллионов рублей. Согласно материалам дела, в 2021 году мэр города заключил контракт с компанией на 129 миллионов рублей, которая должна была заняться рекультивацией полигона твердых коммунальных отходов площадью более 5 гектаров. Однако сотрудники муниципалитета подписывали акты приемки работ, не проверяя по факту, что именно было сделано, насколько качественно и сделано ли вообще. Попались также и руководители ГК «Камская долина». Так, в Прикамье направлено в суд уголовное дело в отношении Андрея Гладикова и Алевтины Романовой, которые управляли группой «Камская долина», некогда самым крупным застройщиком в Прикамье. По версии следствия, они привлекли деньги дольщиков для строительства пяти многоэтажных домов и направили часть средств на другие цели. В результате объекты не были сданы в срок. Вред, причиненный потерпевшим, оценивается почти в 2 миллиарда рублей. Госпожа Романова уже находится в заключении. Ранее суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Помимо застройщиков под прицел правосудия попал и гендиректор Ростов-Водоканала Михаил Паркшеев в Ростове-на-Дону. Уже известно, что Ленинский районный суд отправил его под домашний арест по причине того, что он, будучи лицом обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в отношении другой компании, организовал заключение договора с частным охранным предприятием, что повлекло необоснованное расходование средств. Так, на прошедшей неделе чиновники, исполнители и руководители различных государственных организаций знакомились с порядком использования государственных, а точнее сказать, народных денежных средств. Есть ли вероятность, что для других потенциальных недобросовестных исполнителей данные случаи будут показательным примером лишь риторический вопрос. Однако именно от порядочности тех или иных государственных деятелей зависит качество таких социальных объектов, что впоследствии при алчном подходе может привести к большим трагедиям.